Я считала, что это нужно в связи с последними событиями. Да, вот по поводу интервью внука как раз, да, хочу. Хочу, чтобы вы из первых уст услышали, чтобы нигде ничего не вырезалось, ничего не монтировалось. Хочу, чтобы вы посмотрели. Эфир сохраню. Хочу, чтобы внук посмотрел тоже этот эфир, потому что, да, после этого эфира мне тоже неприятно с ним общаться. Добрый. 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 Тони со мной общается только, когда ему нужна материальная помощь. Добрый. Да, неожиданно. А мне неожиданно, смотрите, за одну минуту 200 человек, 210. Добрый, добрый. Ух ты. А что скажете по поводу клипа пластилинового? Ну, много писали хороших сообщений, что понравилось. Добрый. 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 Хотя, что вы имели ввиду, это правда про Тони. У Тони все хорошо. У него начинается музыкальная карьера. О, спасибо, клип супер. Ну, я имею ввиду пластилиновый клип, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Бабушки нужны, чтобы помогали деньгами. Классно. Ну, пусть ваша бабушка вам помогает. Да, добрый, 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 добрый. Клиптони, ну, для начинающего, почему, неплохо. Ну, это молодежная, я, слушайте, вот, новая тенденция, да, наверное, развлекательный такой, послушать, популисать. Не, не, ну, он про семью-то пооткровенничал, вот, вы. Он про семью пооткровенничал, и очень много вранья. Мне просто не нравится, когда мальчик начинает свою карьеру с вранья. Хочется сказать, тормози, парень, тормози. Здравствуйте. Да, это звонок у меня, да, такой. Я ни от кого ничего не требую. Не хотите со мной, не общайтесь. У меня очень много претензий. Если я молчу, это не значит, что все хорошо. У меня тоже очень много информации. Ну, я просто хочу по пунктам пройтись. Я не буду говорить за Александра Яковлевича. По поводу... Все, каждый человек у меня спрашивает по поводу того, что сделали тест ДНК. Еще раз повторюсь, тест ДНК нужен был для того, чтобы оформить наследство. Наследство оформили, разделили его на три части. Александр Яковлевич свою часть Тони, которая будет ему... Выдаст ему, когда ему исполнится 18 лет. Та часть, которая у меня... Ну, то есть Тони сказал, что это все его деньги. Это все деньги его. Мы не имеем права на эти деньги. Но из этих денег я оплачиваю квартиру. Я оплачиваю квартиру. Я погасила все долги за эту квартиру. Я спросила у них, ребят, Тони, я говорю, вы будете гасить долги? Он сказал мне, это твои с папой долги. Это не наши с мамой долги. Вот хочу, чтобы это прозвучало. Я думаю, Тони это услышит и вспомнит наш разговор. Когда я их нашла, я их нашла. И отдала им ключи от квартиры. Потому что они убежали. Не знаю, чего они боялись, где они прятались. Но они скрылись. И обрубили, если вы помните, связь и со мной, и с дедом. Но потом пошло что-то, видимо, не так. В общем, я их нашла. Тони спросил, кто нас слил. Я сказала, вас никто не сливал. Я просто вас нашла. Вот. И еще такой момент. Он ни разу не был у отца на кладбище. Ни разу. Я думаю, что ему просто тяжело. Ну, просто в интервью прозвучало, что он был со мной на кладбище. И я выпила какой-то чай. Ну, со мной ходят... Я не одна хожу на кладбище. Со мной в основном ходят ребята. Группа поддержки, будем так говорить. И это тоже вранье. То, что я там что-то... Не знаю. В общем, могу сказать, дорогой мой внук. Прямо обращаюсь, может быть, ты посмотришь. Мне очень неприятно это говорить. Но мне вот не хочется с тобой общаться. Они не стали другими людьми. Просто он уже сказал, что я мамин сын. Вот он мамин сын. Вранье я ненавижу. Это его жизнь абсолютно. Меня в его жизни не будет. Ну, то есть меня и так нет. Я как бы финансово должна помогать. Я спросила, хорошо, а если меня не будет? Он... На что он мне ответил? Будут другие люди, которые будут нам помогать. Вот. Читаю ваши... Как нельзя? Ну, я не понимаю. Бабушка, так нельзя, как нельзя? Он сказал, что он хочет пройти все сам. Пускай проходит через это тоже. Нет, я на него не обижаюсь. Мне просто неприятно с ним общаться. Вы знаете, я вообще давно ни на кого не обижаюсь. Я просто вычеркиваю жизнь этих людей. Ну, то есть если мне не приходится по каким-то моментам с ними общаться, с теми людьми, которые подлые, которые видят во всем только деньги. Я понимаю, что без них нельзя. Но я любила сердце. А сейчас, наверное, буду включать мозг. Да, все будет хорошо. Все будет, как будет. Конечно, подрастет, поймет, сделает какие-то свои выводы. Ну, это тоже одно из... Как это... Черт должен пройти через это тоже. Ну, потому что оговаривать людей, это неправильно. Так, я читаю. Когда Кирилл был жив, внук ко мне приезжал. Для него это было как выиграть приз. Он очень любил ко мне приезжать. И собирался жить со мной. И говорил, что... Ну, вот бабушка одна. Мама, конечно, его отругала, сказала, вообще ты мой сын. На что он сказал, у тебя же есть папа, а бабушка одна. И я буду бабушке помогать. Ну, видите, как все меняется. Нет ни папы, ни внука. Не лайкайте, виснет. Мама лежит. Мама лежит как здоровье у мамы. Мама лежит уже, не встает третий месяц. Вы почему-то считаете, что я какой-то, наверное, миллионер. Что у меня полный карман и денег, там, или еще что-то. Нет. Ради мамы я ушла с работы. Кстати, внук мне сказал, напрасно я сделала, что я ушла с работы. Как же теперь ты будешь жить? Может быть, тебе маму отдать в дом престарелых? Вас много, да, я смотрю, вас много. А я пыталась быть дружными. Вы вот говорите, хотелось быть дружными. Я пыталась быть дружными. Я пыталась. Но меня не принимают. Я другая. Вы понимаете, когда человек другой, его не принимают. Меня. Меня не принимают. Сложные, эгоисты. Да. Я делаю, да, он еще маленький. Я делаю на это скидки. Поэтому таким образом думаю, чтобы он понимал, что так нельзя. Так нельзя начинать карьеру. Он мне, кстати, сказал, что если у меня будет первое интервью, я там все скажу, что я думаю. Ну, в общем, я тоже имею, наверное, право сказать то, что неправда. Ну, согласитесь. Ну, так нечестно. Ну, это просто нечестно. Я надеюсь, что подрастет, стыдно будет. Кирюша тоже так говорил. Что ему, например, стыдно за какие-то свои поступки, когда он был 16-летним. Здравствуйте. Так что, ребят, просто очень хочется внести в ясность. И очень хочется, чтобы он посмотрел мое интервью. Мы с Кириллом другие совсем, да. Мы другие совсем и, ну, другие. Он мой мальчик, да. А пауза уже большая, она длится. Я говорю, что она длится. Она, ну, как... Кто не может мне написать, что там, вот, у них... Или прислать мне счет за квартиру, сказать, что у них долг. Ну, вот на этом наше общение и заканчивается. А как можно не расстраиваться, когда ты любишь, когда ты думаешь, что тебя любят, а оказывается, тебя используют? Ну, собственно, теперь у него есть карьерный рост. Теперь у него... Ну, в общем, даже не знаю, что сказать об этом. Да. Да можно без нас? Можно. Вот теперь, собственно говоря, он получит официально квартиру, в которой они живут. Квартира моя. Они в ней живут. Я ее оплачиваю. Теперь я ее оплачивать не буду. Я просто перепишу ее на внука. И поскольку у него сейчас... Я надеюсь... Потому что любой скандал дает популярность. Вы же сами знаете. Может быть, он выстрелит, а у него будет все хорошо. И... В общем... И чтобы то, что он сказал, в итоге было правдой. Спасибо вам. Спасибо.